Время, отпущенное старой овчарке Мухтару, подходило к концу. Оно основательно поработало над большим красивым, сильным некогда псом, превратив его в старую развалину. Пес с трудом передвигался по хозяйскому двору, задумчиво глядя куда-то вдаль под слеповатыми слезящимися глазами. Что видел старый Мухтар, оставалось загадкой, но пес мог часами смотреть туда, словно видел что-то за линией горизонта очень важное, но давно забытое, о котором он вдруг неожиданно вспомнил, растревожив всю свою собачью душу. Весна своим теплым дыханием постепенно пробуждала природу от холодного зимнего сна, даря ей новые жизненные силы и медленно, капля за каплей, отнимая их у старой собаки. Худо было Мухтару, дремавшему на крыльце. Он чувствовал, что эта весна последняя в его жизни и грустил не потому, что тело мучили боли, что силы покидали его, приближая последний час. Нет, совсем не это тревожило старого пса. Мухтар не мог смириться с неизбежностью расставания с любимым хозяином. Глядя изо дня в день на страдания своего старого друга и не имея возможности помочь, хозяин решил покончить совсем сразу, освободив пса от тяжелых мучений. Вечером Мухтар был плотно и вкусно накормлен, хозяин долго сидел с ним на крыльце. Обняв пса, он говорил ему что-то ласковое, гладя посидевшую голову верного друга и много курил. Оба смотрели на реку, освободившуюся от льда, сплывущей местами мелкой шугой, поблескивающей на закате в последних лучах солнца. Утром хозяин повел Мухтара к реке. У берега стояла их лодка, в которой вместо обычных рыбацких принадлежностей лежали палка и крепкая веревка с петлей на одном конце и привязанным к ней большим тяжелым камнем над другом. Старый пёс вопросительно смотрел на хозяина, пытаясь заглянуть ему в глаза, но человек отводил взгляд в сторону. «Вперёд!» — тихо скомандовал он, не глядя на друга. Что-то непонятное, жестокое и очень острое кольнуло в сердце Мухтара, пронзив его невыносимой болью. Ему вдруг захотелось громко взвыть, чтобы прогнать эту боль, освободиться от неё, но ослушаться хозяина пёс не смог. Он не прыгнул в лодку, как делал это раньше, а покорно зашёл, осторожно переставляя старые лапы с опухшими суставами. Хозяин мощными грибками повёл лодку к середине реки, где были самые глубокие места. Наконец он положил вёсла, надел на шею Мухтара петлю, наклонился и крепко обнял старого пса. «Прости!» — шепнул он в чуткое собачье ухо. Мухтар, растерянный, преданно смотрел на хозяина, его била нервная дрожь. Хозяин взял палку и, размахнувшись, бросил её в воду. Апорт — это была самая любимая команда некогда молодой и сильной овчарки, которая часами могла доставать палку из воды, радостно и гордо вручая её хозяину. Но сейчас что-то незнакомое и нехорошее было в глазах хозяина. Первый раз в жизни на какие-то доли секунды Мухтар почувствовал страх. В последний раз, преданно посмотрев на любимого хозяина, пёс прыгнул в воду, тяжело поплыв к своей цели. Хозяин поднял камень и с шумом бросил его за борт. Лодка от неосторожного перемещения тяжести резко легла на борт и перевернулась. Человек и собака оказались в ледяной воде. Хозяин Мухтара в мгновенно намокшей тяжёлой одежде попробовал плыть к берегу, но на течение был затянут в водяную воронку, его ноги крепко свело судорогой. Вода с белой шугой сомкнулась над его головой. Тяжёлый камень тянул Мухтара ко дну, но пёс успел увидеть, как перевернулась лодка и тонул его любимый хозяин. Отчаянно сопротивляющемуся пёсеу каким-то чудом удалось выскользнуть из петли. Всплыв на поверхность, верный Мухтар, собрав все свои силы, нырял за хозяином. Наконец, ему удалось вытянуть ставшего неимоверно тяжёлым хозяина из воронки. Изнемогая, старый больной пёс поплыл к берегу, спасая жизнь самого дорогого человека. Они долго лежали на берегу, человек и его собака. Хозяин очнулся и, увидев рядом еле живого, окончательно выбившегося из сил Мухтара, заплакал, навзрыд, в голос, как никогда больше в своей жизни. Он нёс его домой на онемевших руках, крепко прижав к себе, ступая непослушными ногами, не чувствуя ледяного холода от мокрой одежды. Дойти, донести, стучало в его висках. Мухтар, завёрнутый в ватное одеяло, очнулся через сутки не в своей будке, а в комнате, где было тихо и тепло. «Наверное, я в раю», — подумал старый пёс. Над ним наклонился хозяин с миской тёплого молока, в которую звонко шлёпались большие капелли из его глаз. «Мухтар, родной, мы с тобой ещё поборемся, повоюем». Они были вместе в радости и в горе ровно столько, сколько отпущено каждому свыше. Однажды тёплым солнечным днём Мухтар ушёл. Он ушёл счастливым. Не рой другому яму, сам в неё попадёшь. Никогда не забывайте об этом. Берегите своих преданных стариков, они так в этом нуждаются. Несите свой крест до конца.